Конференция проходила по нескольким секциям, в которых ученики представляли свои доклады по истории, математике, биологии и другим школьным предметам. Работало также отделение стендовых докладов, где лицеисты показывали различные проекты, выполненные под руководством педагогов. Здесь представлены проекты различной отрасли, то есть это выращивание растений или животных, секция, которая связана с космосом, копилка электронная, 3D-печать тоже есть. Ну, в общем, различные отрасли, которые каким-то образом связаны с электроникой или с чем-то таким. Проекты ребята готовили в течение всего года. На конференцию представили работы, которые были интересны широкому кругу слушателей. Георгий Кушнир выступал на секции истории со своим докладом о первой морской победе русской армии в Семилетней войне. Также он показал собственноручно собранную модель бота, который использовался в сражении 18 века. Это был долгий и кропотливый труд. Вечерами или днями в каникулы я посвящал этому целые дни, иногда даже ночи, потому что это очень небыстрое занятие. Для многих участников школьная конференция – это тренировка, которая поможет подготовиться к более серьезным испытаниям. На проект сегодня оценивали школьники и жюри, которые мне в дальнейшем помогут усовершенствовать свой проект, принести в него что-то новое, в чем-то даже помочь, для того, чтобы отправиться на конференцию в высокую уровню. Итоги конференции подведут в ближайшее время. В каждой секции жюри выберет лучшие работы. Екатерина Опёнова, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.